Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Добрый день ребята, насколько я понимаю у вас здесь две пилаки. Давайте познакомимся. Сегодня мы покажем анимационный фильм о Куликовской эпохе. Называется «Пересветная осклябь». Я режиссер этого фильма, перевела Станислав Анатольевич. Художник и сценарист этого фильма. Давайте построим наше общение сейчас так. Я немножко с вами поговорю об истории. Потом мы посмотрим мультфильм. Потом после мультфильма еще немножко поговорим. Если у вас какие-то вопросы, вы не стесняйтесь, задавайте. Мы общаемся. А потом можно будет под моим руководством примерить кольчогу, поддержать оружие настоящее в руках. А то не заточенное, не острое, но это все настоящее оружие. Если его заточить, то это будет стоящее клинок. Я немножко расскажу обо всем этом. Покажу. А сейчас немножко давайте поговорим об истории. Здесь какой панк представлен? Со второго по шестой. Со второго по шестой, да? Даже с первого. То есть совсем еще маленький. Ну шестой, шестого много? Сколько тут? Ну, будущий шестой, пятый, шестой. Выключился. Ну, может, я так поговорю? Без микрофона. А запись будет слышно? А запись на камеру будет слышно? Будет слышно. Поближе. Я выступаю в разных городах России и, в принципе, задаю практически один и тот же вопрос. И, к сожалению, утверждаю, что нашу историю мы плохо знаем. Честный период, даже учителя. И я сейчас задаю несколько вопросов. Давайте поговорим об этом. О Куликовской битве все слышны? Да. Хорошо. С кем вы воевали на Куликовской битве? Татарамангол. Татарамангол. Хорошо. Вы активники, давайте, присоединяйтесь. А кто возглавлял войско? Александр Царевич. Мамай. А кто такой был Мамай? Мамай – это был Голомай. Понятно. А подожди, есть нашеклассники, я только давайте с той классом. Да, да. Кто был такой Мамай? Он был хан, это понятно, да? То есть глава государства монгольского называли ханом. Все слышали про Золотую Орду, да? Монгольское государство называло Золотая Орда. А хан Мамай относился к Золотой Орде или нет? Нет. Нет? Кто сказал нет? Да. Ну-ка, давай расскажу. Знаешь, или кто-то так сказал? Ну, действительно, хан Мамай не был ханом Золотой Орды. То есть на Кольковом поле, получается, что не воевали Золотой Ордой. А чем? Чего я даже? То есть мы как бы очень поверхностно знаем в истории, но это очень важно, потому что, я сейчас чуть-чуть в историю как бы отклонюсь. Золотая Орда возникла усилиями Чингисхана. Чингисхан, наверное, все слышали? Да. Чингисхан был такой монгольский воин, глава клана, который смог объединить монгольский народ и создал государство. Так вот, главой государства, ну, грубо говоря, царем или ханом монгольского государства, мог быть только прямой бутоном Чингисхана по крови. Так вот, Мамай не был прямым Атонком Чингисхан. Он был из крымских ханов. То есть вы воевали, по сути дела, с крымскими представителями. С Крым? Да, с Крымом воевали. На самом деле, наше взаимоотношение с Крымом начинается еще с Крымковской битвы. Все наши противостояния, война за Крым еще оттуда, как это ни странно. Так вот, Мамай, он был отчасти талантливый полководец и с очень большими амбициями. Он не имел права быть ханом Золотой Орды, но он очень хотел. То есть получилось так, что хана Мамая можно поставить совершенно спокойно в один ряд. С Наполеоном, с Наполеоном Сесовым. Без Гитлера. Нет, серьезно, без бессмерт. Мамай был классический узурфатор власти, и он желал править всем миром. И именно тогда впервые наши предки, русские, вставили на пути человека, который желал вставить весь мир. Когда монголы шусли на Русь, да, Русь не саживали, но они обложили ее дань. То есть мы платили налог, грубо говоря, да, но монголы и не лезли в наше вероисповедание, в нашу культуру, и оставляли нашему народу жить как хотели. Так вот, Мамай шел на Русь, для того, чтобы сделать здесь Московское ханство. Не было бы никакой Руси, не было бы нашего государства, и вообще бы, наверное, никого из тех, кто он не был. И это, конечно, очень важно, мне кажется, знайте, потому что, в общем, мы были понимать, кем мы воевали. Между прочим, потом, когда мы победили в Куликорской битве, и нас победили Хан Мамая, Хан Мамай пошел войной на Золотую Орду. То есть, там от Ортамыша, у них было сражение, на котором мы прячем. Потом мы его убили в Крыму. Вот это немножко из истории. Почему я про это говорю? Наверное, лучше тогда будет понять, что происходило на Куликовом Курке. Во всех прабиториях говорю, что мои мультфильмы все, они все про любовь. И вроде бы кажется, что еще тут война и любовь. Но эти вещи совершенно разные. Но на самом деле, если внимательно подмолвать, то это самое высшее проявление в мире. Вот посмотрите, что такое любовь. Давайте промышляем, мы будем понять. Сейчас наше время немножко все перепуталось, и мы называем этим словом, великим словом, такие вещи, как, вот я люблю свой смартфон. А достоин ли смартфон любви? Это слово не подходит к этому. А вы школьники, да вы поразмышляете над этим. Мне он скажет, мне нравится мой смартфон. Но я люблю. Просто это понятие люблю, оно... Ребятушки, давайте послушаем, нравится. Ребята, попробуем понять, немножко вернуть смысл этого слова. Понятие люблю означает, за это я могу отдать свою жизнь. Самое ценное, что у меня есть. Понимаете? Вот готовы вы отдать свою жизнь за смартфон? Нет. Поднимите руки, кто готов? Я... Не, мы без прикола. Давай. Ты готов подать свою жизнь за смартфон? Не, давай сейчас, это дробка, не надо. Ну, вот троллик, не надо. У меня судьбу достаточно. Чем не троллик. То есть любовь, это понятие очень серьезное, и самое обычное, которое есть в мире. Так вот, наши предки умели любить по-настоящему. Потому что представьте вот такую простую вещь. Вот как война раньше происходила. Стоит у богатырей. Построилась в каждой руках. В ней тысяча человек. Первые четыре ряда воинов, которые стоят, вот самые первые, которые выступают в бои, первые четыре ряда, они никогда не выживали. Это были добровольные смертники. Причем, даже больше скажу, это смертники по конкурсу. В эти четыре ряда ставили лучших. Самых лучших. Потому что от их умения, от их храбрости зависело, выживет этот полк или нет. Потому что если пикеры разрушались, тогда начиналась битва один на один. И в данном случае так сложилось, что мы столкнулись с такой силой монгольской, которой мы не могли противостоять. Ни по военному принципу, ни по военной стратегии. Это тоже нужно понимать. Монгол был очень сильный враг. И его вооружение было лучше, чем европейское. А у нас вот это все, что мы имеем, мечи и все остальное. Это европейское вооружение. Понимаете? Суть в чем? В чем мы столкнулись? У монгол практически не было железа. Только мечи, инжалы, и все остальное. Железо в то время было очень редкое. А наши воины были обиды в кольчугу. Кольчугу защищало от меча. То есть вот меч, у него лезвие прямое. Когда человек получал удар от меча по кольчуге, кольчугу пружинило, и оно защищало. Вот здесь у меня сабля, с которой наши предки воевали с Шкуляковым суток. Это точная инфраструкция, вот именно по ним оставлено мы воевали. Она отличается от мечей. То есть у нее конец уже немножко изогнутый. То есть прямая часть, только вот до сюда до половины. А здесь изогнутый. Это просто облили. Ардынский меч, он еще более изогнутый. То есть он был другой. Так вот ардынский меч разрезал кольчугу. То есть эта тяжелая кольчугу, как вы видите, она была бесполезна. То есть человек, который одевал весь доспех, это было килограмм пятьдесят. И сам для себя повесить полный доспех, пятьдесят килограмм. То есть человек становился неповоротным. Ардынский доспех был из кожи. И ему не брал меч. Стрела могла попасть только под ножки или в горку. То есть ардынский воин был лучше защищен, легче. Ардынцы были воины из детства. Каждый мальчик с пяти лет брал в руки лук и с лошади стрелял. То есть любой монгольский мальчик был воин. На Руси же так не было. В русских были христиане, в основном. Была дружина. Да, дружинники были профессиональные воины. Один дружинник в горку стоит до пятидесяти человек. То есть это были хорошие воины, которые могли драться долго и профессионально. Но их было мало. В основном были в нашем войске 250 тысяч человек. Представьте, по максимальным оценкам, сколько людей в участку возникли с каждой стороны. По 250 тысяч. Полную дату людей. Почему эти люди пошли воевать? Вот попробуйте подумать на это. Почему? Чтобы защитить. Чтобы защитить. Чтобы не мыть полы, потом монголы. Ну и так можно сказать. Люди пошли защищать в первую очередь свои семьи, своих детей, вот таких, как вы. Это и есть настоящая любовь. То есть родители, наши предки, отцы и матери, они любили своих детей. Причем, ведь войско, это не только мужчины. Это тоже нужно понимать. Потому что шел обоз. Огромный обоз. Люди не шли в кольтюбах, там, сотни километров. Шел обоз, в котором ехали матери, которые готовили обед. Перевязывали, раненых, хоронили, потом убили. То есть дома остались только дети и старики. Вот все население, которое могло держать в блоке оружия, вышло на эту дверь. Потому в этом проявляется как раз настоящая любовь. Русские оказались единственным народом в то время, которые смогли противостоять монголам. Потому что монголы дошли до Испании, если вы это знаете или не знаете. Рыцаря не могли противостоять монголам. То есть они побеждали во всех войнах. Монголы не пошли дальше, они стали всю Европу завоевывать. Потому что уже не было такой надобности. Огромную территорию они контролируют. Контролируют. Там бы пошли две страны и завалили бы в Европу. Ну, с три страны бы не пошли бы и не завалили бы. Население было огромное. Плюс ко всему, тут надо тоже понимать, монголы, побеждая какой-то народ, обязывали его участвовать в своих битвах. То есть если они покорили какой-то народ в Средней Азии, значит весь народ для Средней Азии вливался в монгольское войско. В монгольском войске были не только монголы. В Польше, когда империумы встали, они только в основном промадуны. То есть все покоренные народы вливались в войск. Так что три страны бы и победили, я считаю, что это чисто. Ну, можно что еще об оружии скажем. Так вот, Дмитрий Донской, наш князь, который возглавлял нашу войско, ну и наши предки тоже, Александр Невский. Можно сказать, что началось еще с Александра Невского. Когда он ездил в Орду, в первый раз поехал в Орду получать велопротно-пнижение, он был поражен мощью империи монгольской. Ехал очень долго до Два-Помена. Ну, представьте, по тому времени, это были мощеные дороги, вымощенные камни. Вдоль дорог были посажены деревья, чтобы дороги не залетало снег. Были организованы почтовые станции, которыми мы потом пользовались сотни лет, на которые были свежие лошади. Это все нужно было, это были средства связи, это была коммуникация, как сотовая связь сейчас. Но представьте, на какой-то огромной империи, где-то восстание, какой-то народ восстал, и ганец скачет в столицу, чтобы сообщить, что вышло восстание. Ганец скачет даже днем, пахилоносец бежит перед воином и освещает путь. То есть буквально там через две недели информация о восстании выхода в инферии. Выходят войства с карательными целями. Александр Невский понял, что противостоять невозможно. Нужно договариваться. Но договариваться через проявление силы. Сейчас немножко я в сторону указываю, но это все равно предоставлено. И по вооружению. То есть наши предки стали изучать оружие и увидели слабые места европейского оружия. И тогда как раз еще раз вернуть эту саблю. Наши предневцы, изучив то оружие, они придумали свое. Мы не могли совсем психологически отказаться от меча, потому первая часть осталась прямой для того, чтобы было удобно фехтовать. А вот этот изогнутый клинок, он тоже разрезал кольцо. Потому получилось, что эта сабля, она нисколько не уступала ордынскому. То есть по крайней мере по оружию в мечах мы на Куликовом поле совершенно не уступаем. Плюс ко всему вот этот вот, кто знает, вот этот такой красивый губенчик, он для чего? Чтобы он не сочетал ослепить. Что сделать? Ослепить. Ослепить. Хорошо, кто знает, ну-ка, ребята. Чтобы почесать. Чтобы на руку помесить, чтобы не смесить, не смешивая, что вы скажете. Правильно, правильно. А еще это изобретение монгольское. Вот эта вот красивая, вроде бы декоративная штучка, она существует на самом деле только для этой цели. Для того, чтобы в бою, когда у тебя выбили клинок, чтобы он остался у тебя на руке. Или если пойти. Особенно это удобно было в законниках. Представьте, конник сражается, у него выбили меч, он остался без оружия. А так, если тебя в бою выбили меч, он у тебя повес на руке, ну и там, правда, поправить удобно. А если тебе порезали эту, лёгкую? Ну, порезали, тогда уже всё. Капец. Ну, в основном, это спасало огромное количество жизни. Это очень было удобно, и мы тут тоже взяли за основу. И в казачьих шашках наших, вот это изобретение монгольское, оно так и осталось. То есть, в принципе, это стало проволом за казачьи шашки. Чего? Кисточка для красоты. Вот кисточка для красоты. А почему он не ржавый? А почему он не ржавый? Что? Почему он не ржавый? Ржавый? Ну, потому что оружие вообще, кстати, почему он не ржавый? Оружие не терпит прикосновения пальцев. Когда вы будете пробовать, старайтесь пальцами не лапать. Вот так вот пальчиком берите. Почему не ржавый? Потому что я его постоянно полирую, постоянно держу его в чистоте. Оружие любит чистоту. Он заржавеет моментально, Если за ним не ухаживать, вот отпечатки пальцев поставил, через неделю там выходит разрывая отпечатка. Да, конечно. Это сталь. Это сталь. Это же не живейшая сталь, это обычная сталь. Это кованый меч. Вот если его заточить, это будет настоящий сталь. А нельзя заточивать, это будет уже холодное оружие. Если бы мы посадили. Оружие коллекционное, ребят, поэтому я прошу вас обращаться аккуратно. То есть не сражаться, потому что в Сочи у меня будут такие случаи. Как я объяснял, мальчишки начали сражаться между собой и собранием. Я категорически это не разрешал. И пласть на железо, и так далее, потому что царапина на нем потом очень долго талируется. Пожалейте ваших собратьев, потому что я на многих колотках показываю, чтобы оно было красивое, и чтобы все могли бы насладиться в его качестве. Кстати, французы защищали своих лошадей. Тот же самый кожаный доспех, ламерный, называемый. Особым образом дубленная кожа была очень прочная. Она защищала. Добавляйте, пожалуйста, я не буду сейчас его зарядом. Давайте я тоже сниму платью. Еще вот есть такой большой меч. Это двуручный меч. Это тоже европейский меч. Но наши, как мы воевали, это для пехоты, для ближнего боя. То есть им хитровать очень трудно, но поскольку, я уже говорил, сражались с полками, было очень удобно, потому что можно держать двумя руками. И во-вторых, выпад был достаточно длинный. То есть можно достать двух противников достаточно далеко. То есть, что ни в одном, это было бы высшим мечом, которые становились длинными боями. Ну, это такой классический европейский меч. Но, в принципе, поскольку у нас все вооружение было европейское, здесь еще место было для меча, в смысле, для ножа я не принес, но нож был универ. Здесь, как бы, вкладывался еще длинный желтый. Здесь, как бы, вкладывался еще длинный желтый. Шлепы достаточно тяжелые. А можно померить? Нет, потом можно померить, просто по весу. По весу достаточно тяжелые. А у меня вопрос. Потом, потом попробуйте. Попробуйте, потом попробуйте, потом. Тяжелые. Так, суть в чем? Потом, потом, например. Суть в чем? Одевая на голову, сильно крутить головой было не возможно. Это было шею сверху. Не надо сейчас обсуждать, слушайте. Потом. Потом движения богатыри были достаточно склонны. То есть нужно было сразиться, в основном, плечами или руками. Возьмите. Сейчас. Можно спросить? Ну ладно, по вооружению этот ген был достаточно. Все. А еще на каждой голове. Вот такой вот. Да. Как с вами? Вы насмотрелись голливудского кино, ребята. А вы на зелено входит в спор? Корпитов и так далее и тому подобное. А вы на зелено входит в спор? А вы на зелено входит в спор? А вы на зелено входит в спор? Да. Немного взрослые люди. Маленькие. Илья Муромис был богатырем по сравнению, кстати, с другими людьми. Он был... Немножко уважительнее. Он был метр, ну почти метра восемь, то есть он наглый, ну, как с меня рост, да, то есть такой вот богатырь, но по сравнению с обычным населением он выглядел очень крупным. Поэтому ударить деловой, конечно, можно, но можно ударить другой один раз. В общем, еще. Это все-таки киношные бойцы. Это феечка. Теперь поговорим о самой Куликовской пепели немножко, как все происходило, чтобы было чуть-чуть поменьше. В фильме вы увидите поединок. Поединок Пересвета и Челубея. Эти имена знакомы всем, нет? Да. Всем знакомы? Кто не знает, кто такой Пересвет и кто такой Челубей? Поднимите руки. Ребята, это... Что? Не знаем. Кто не знает про Пересвет и Челубей? Еще раз, поднимите руки. Кто не знает? Не знает. Не знает. Вы-то. Прошу. Слушай. Была традиция в древние времена, когда сходились два войска. Чуть-чуть потише, ребятушки, внести, на трое, где голосовывается. Ребята. Была традиция, когда сходилось два войска, примерно равных по величине. Дима? А примерно так оно и было. Когда русские войска построились, когда начали строиться утром, был большой туман. То есть, когда войска строились для битвы, противники друг друга не видели. И не могли оценить силы, которые приставили. Потому что войска двигались долго, много дней. И вот когда утром, когда утром туман рассеялся, все ужаснулись. Что монголы, что русские. Но потому что собралось два огромнейших войска. И встала пауза. То есть, никто не решался начать битву. Потому что непонятно было, кто победит. И в таких случаях, с древних времен, еще с древней Греции, была такая традиция, устраивать поединки. То есть, каждое войско выставляло двух лучших воинов. Но это был не просто поединок. Тогда не было неверующих людей. Все люди были верующими. Каждая в своей традиции, каждый по-своему. Но неверующих людей не было. И этот поединок означал некое испытание. На чьей стороне Бога. Потому что люди понимали, что одной и той силой меча победить невозможно. Невозможно. Потому что со стороны монголов выступили Челубея. Челубея это не просто был воин. Опять же, если по росту брать, это был воин под два метра роста. Ну, как предание говорит. Он был огромного роста. Ему равных в одиночном бою один на один не было. Никто его не мог победить. Он был очень сильный. Плюс ко всему, он был языческий жрец. Мах, если так по современному говорить. И он был печенеб. Он не был монголов, он был печенеб. Монголы выстрелили его. А с другой стороны, вызвался на сражение Пересвет. Немножечко, чуть-чуть историк про Пересвет. Кто он такой? Кто расскажет? Кто знает про Пересвет? Расскажи. Он был монатом? Угу. Замечательно, это точно. Да, он был монатом, но и воин. В фильме вы видите Сергея Радонежского, нашего святого. Все, наверное, слушаете? Да. Так вот, Сергей Радонежский был святой еще при жизни. И он духом уже предполагал и знал, какое страшное сражение предстоит. И он послал на питву двух своих учеников, двух монахов. Аслябер и Пересвет. Это прозвище. Их это Александр и Родион. Это их имена, вращение. Два монахов. Почему он это сделал? Потому что победить в этом поединке просто проходило невозможно. И еще. Маленький тест. Скажите, пожалуйста, почему Пересвет вызвался вот на этот поединок? Подумайте, почему именно он? Он хотел защитить Родину. Нет, это все понятно. Другой такой защитит. Ну, представьте, стоит 250 тысяч мужиков русских. Кто из них хотел защитить Родину? Все. Все хотели. Почему он? Потому что... Хорошо, на другом посмотрим. Почему другие не решились? Они боялись. Боялись? Да, они боялись. Да, они боялись. Они боялись, что кто выиграет. Они боялись, что кто выиграет и... Вот это точнее. То есть, представьте, это колоссальная ответственность. Взять из себя. Решить исход битвы. Потому что история была такая. Кто побеждает, вот если воин побеждает одного из войск, а второе войско сдается. Представьте, какая ответственность. Никто из наших русских воинов не решался именно по этой причине. Не потому, что они трусы или слабые и все остальное. Но просто видя мощь этого воина, человек, решившийся на этот поединок, должен хотя бы надеяться, что он его победит. И предполагать свои силы. Точно было ответственностью. Так вот, выступил именно пересвет. Причем как выступил? Он снял с себя всю броню, кончугу, ленту. Он был схим. В монашестве есть такое понятие схим. То есть человек, который отрекается полностью от мира и отдаёт полностью себя в руки правления Богом. Это называется великая схим. Так вот, он выступил на поединок с одним копьем. Без защиты, без всего. Ну, он, наконец, с этим сравнил. Просто он настолько был верующим человеком, что он придал решение этого поединка в Боге. Так вот, вопрос, победил ли он или не победил. Потому что погибли обои. Погибли обои. Оба воина погибли. Пересвет выиграл. Потому что поединок был очень сложный. Учитывая рост человек, он был достаточно высокий. И, соответственно, когда поединчики сошлись копьями. Соответственно, вот я вам меч показывал длинный, да? Если у тебя длинная рука, ты копьем можешь дальше достать на противника. Понимаете? И, видя и понимая это, пересвет как раз и поступил, когда кони сошлись. Он далеко подался вперед, открыв свою грудь для удара. Но таким образом смог достать Чулубея. То есть он понимал, что он погибнет, но и он убил Чулубея тоже. То есть они обои бродили друг к другу. Была ли это победа? А вот давайте подумаем. Была ли это победа? Почему? Была. Была. А почему? А потому что первый его убил. Это все хорошо. Первый или второй в данном случае это не так важно. Они обои отовремя. Смотрите. Они с коней столкнулись на большой скорости. Мы практически, можно сказать, одновременно друг друга пронзили. Это доля секунды. То есть не было только первого или второго. Это не важно. А почему он победил? Потому что он победил. Потому что он победил. Потому что он победил. Нет, потому что он победил. Слава. Ну, отчасти так. Просто давайте еще представьте. Поединок между ними окончился как бы не в ничью, но по факту, по духу. Действительно мы победили. Почему? Потому что за почти что 200 лет татаро-монгольского ига, когда мы были в подчинении у монголов, русские одного слова монгол боялись. Просто боялись одного слова. Потому что это означало, что за любую провинность тебя могли просто убить. И выйти на этот поединок на Куликовом поле было вдвойне мужественным. Не было никакой уверенности, что мы победили. Не было этого уверенности, потому что сошлись два огромных войска. Поэтому в любом случае, конечно, это была победа. Победа именно внутренняя и нравственная, и эмоциональная. Когда войска сошлись, сражение было тяжелейшее. Погило огромное количество людей. По данным трудоисториков, домой вернулось порядка 40 тысяч человек вместе с раненными. Вот из 250, всего 40 тысяч вернулось. Представляете, сколько людей погибли? Мы победили в этом битве. Мы победили почему? Потому что Мамай... Все, наверное, помнят удар засадного полка, да? Кто знаменит? Знаете про удар засадного полка? Кто не знает, еще раз ракоподвините. Про удар засадного полка во время Казаховской битвы. Кто не знает. Большинство знает хорошо. Так вот, суть в чем этого удара? Дмитрий Донской, наш князь, который руководил битвой, он научился еще и тактике монгольской. А монгольская тактика, она заключалась не просто сошлись два войска и лупишь друг друга, а еще и стратегия войны. Так вот, он в этой дубраве спрятал засадный полк. И что это такое было, засадный полк? Это тяжелая конница. Это как сравнить с нашим современным временем, да? Это огромная танковая дивизия. Это не волченцы, это воины со вселенной. И когда из леса выскочила эта огромная конница, Мамай испугался. Он же не знал, сколько в лесу там было. А там уже еще лечники были. Но лучники это перед битвой были. Лучники, естественно, были. И он испугался, он не знал, сколько русских в этой дубраве. И он побежал. Он бросил свое войско, сел в кипитку и поскакал. Это мы видели задние люди, монгол, и возникла паника. И они побежали, и мы побежали. То есть в этом смысле и духовная и нравственная победа была. В этом фильме вы увидите некоторые моменты еще из православной окраски, так скажем, да? Почему я этот мультфильм сделал и вставил туда именно такие моменты? Потому что для меня было важно показать, что не только силой Орли, но победили. И победили еще духовную игру. Поэтому очень важный момент. Давайте посмотрим мультфильм, ребята, у вас уже есть. Ну, наконец-то! Посмотрим! Если будут вопросы еще поговорим, будем... Пусть Мария еще в годе, он вообще... Так, а кто нам... Ну, прибавить! Давай! Я хочу пучку! Что здесь нету, да? То есть будет пустякова. Что здесь нету, да? Спасибо! А что там у Лёвина? Ну, ладно! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не убивай! Господи, прости мне окаянному! Пересвет ищут тебя везде Отец Сергий хочет тебя видеть Идем, о сляге Замешкался я Глянь-ка, а кто это? От великого князя гоняц Меч крепко держи Одно неверное движение И раны не минуешь Полегше пересви Малет ведь и шо Эх, позоришь дядьку Чему учил-то? Но страх в глазах Твой приговор на смерть И велика храбрость С мальцом воевать А ну, на мне попробуй Ух ты, здорово! Что, у тебя в Брянске все такие? Да не один Вон о слябе Воин тоже славный Тогда отдай пересвета мне На службу Да, князь, как же он Собак у тебя, князь, много Воинов мало Дань большой в этот год Охрана нужна Поедешь с Мурзой Я? Чтоб ни один волос не упал И дань собрать Сполна Не то Москву Сожгем Хороший город Богатый Все Давай Живей Не оставь Дань собрана сполна Мечом более не служу Отпусти, княжи В монастырь ухожу Уходи Благослови, отче Великий князь едет Сеча предстоит Населе невиданное Меч снова в руки брать Железо ты, железо Окаянное Хотел я от тебя в монастыре укрыться В ноже ли зло Мы хлебом нарезаем Но этим же ножом В безумстве гнева Кровь людскую проливаем Зло исходит Из сердца И оскверняет душу человека Да Господь сказал Не убей И он же сказал Нет больше то любви Как если кто положит Душу свою За други своя Где же правда Когда враг Угрожает тебе лично То можешь истерпеть Но если смерть Угрожает нашим близким То долг твой В руки взять оружие И защитить Отдай мамаю И злата И серебра И по смирению твоему Бог не попустит им Одолеть нас Все это я уже сделал Отче Да мамай полки К дону двинул Тогда ожидает Гордеца гибель А тебе Князь помощь Милость И слава От Господа Дай мне Своего полка Двух воинов Александра Пересвета И брата его Андрея Я слябя И ты с нами Отче Вместе Поборешься А Пересвета Задерзость Тогдашнюю Не виню Молот он был Вспыльчив И слабы мы были Тогда Зубы свои Показывать Победишь Врагов твоих Вот вам Дети мои Оружие Нетленное Да будет Вам оно Вместо Шеломов И щитов Бранных С Богом С Богом А вы Куда собрались Мы тоже На войну Вот и выросли Соколики На вас Дом остается Лапти Завтра Мальцам отдаш Да Да, сынок Берегите себя Ну Пошла, милая Спаси И сохрани Бежим скорее Без нас И шо думали Куда Окаянные Ай, беда Бусы Учеки Мальцам отдаши Давай сюда Во враг Может, все-таки Сегодня Переправимся Ага А увидят Вот завтра Не до нас будет Ладно Спи уже Эх, как там наши мальчики Врутся твои Господи Предают дух мой Мальцам отдаши Ого, господи Ты с нами В бою будьте, где почтете нужным Ну С Богом У вас правда И сила Божья Свою дружину В засадный полк поставь Главное Не торопись Добро, княжин Добро, княжин Посмотрим На чьей стороне Боги И это все Урус Хе-хе-хе-хе Белосок Трус И Придись Со мной Сменяемся, братья Копье Надобно Да как же ты без меча-то Против Это Газилище Да не в мече Сила А в правде Божьей Простите меня Грешного О, прости Эх Фу Господи Укрепи Братьев моих Нашла власть Смерть 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 КОНЕЦ Прими, Господи, душу раба Твоего, Александра. Эх, а ведь сколько жизней спас от этого вепря. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Пора. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА 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 Проспали! Проспали! А? Где кто? Ничего, успеем! Успеем! Я же говорил, вчера надо было плыть! Потерпи! А у тебя какого цвета щит будет? Зачем мне щит? Мне меч нужен! А где ты его возьмешь-то? Найду! Или отберу! Мою делу со всеми общую чашу испить! А князя должны видеть! Куда же ты? В одиночку! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Икрой спину-то, княжа! Пора, Боброк! Не время пока. Положим всю конницу зазря. Уже истяк, княжи пал! Да, бодры еще рати Мамаева. Нету мочи видеть, как полки тают! Пущай сперва свои резервы пожгут. Ну вот! Наконец-то! Вон, гляди! А он что, мертвый? Да кто ж его знает-то? Ух! Тяжелый! Наверное, раненый? Не знаю. А! А-а-а-а-а! А, Андрей! Ты чего? Ну, идем же! Он же живой! А-а-а! Сгорит же! А воевать! Андрей! А-а-а! Давай, давай! Мама! Ты чего? Держись, Андрейка! Ой, батюшки ты мои! Марфа! Марфа, воду неси! Еще один! Да бегу! О! Андрей! Смотри! Кажись, наша лодка! Потерпи, родненький, потерпи! Ну, давай скорей! Марфа! Мася! Масенька! Живой! КАШЕВЛЯЮЩЕЙСЯ КАШЕВЛЯЮЩЕЙСЯ Дядя! Мама! КАШЕВЛЯЮЩЕЙСЯ Ну, куда побежали? Матерей, не позорьте! Да, от нашего полка и половины не осталось От моего полка я один остался За Русь! Ну, вот теперь и наше времечко приспело С нами Бол! За Русь! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Нашли! Князь жив! Где Мамай? Бежал Мамай! Победа княжа! Полная победа! Свободны! Слава тебе, Господи! Мара! Слава тебе, Господи! 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 Время ограничено. Время ограничено. Время ограничено. Вставайте сфотографируйте. Вставайте сфотографируйте. Вставайте сфотографируйте. Вставайте сфотографируйте.